Месяц назад наши дорогие зрители попросили осветить вопрос парижской коммуны к ее юбилею. Ваше желание для нас закон, и я пойму сейчас что-то сказать вам на эту тему. Действительно, событие, которое вся левая общественность будет отмечать 18 марта, не потеряло значения до сих пор. Но чтобы еще раз оценить его, прежде всего, надо постараться разобраться, что происходило в эти месяцы в Париже и во Франции, на самом деле очистив историю от неизбежно сопровождающих ее наслоений. Таковых сейчас известно примерно 5 штук. Первое. Парижские коммунары – это вот все равно, что большевики только менее крутые. Недаром парижская коммуна у нас в историографии считается первой пролетарской революцией. Это действительно совершенно закономерно считается первой пролетарской революцией, потому как восстал Париж и восстали другие основные промышленные центры Франции. Но сравнивать восставших с большевиками не вполне корректно. Прежде всего потому, что социальные реформы коммуны были чрезвычайно умеренные. Был введен минимум зарплаты, ограничен произвол капиталистов по штрафам, улучшены условия охраны труда. Однако никакой экспроприации не производилось и, в общем, даже не планировалось. Крайняя мера считалась передачей трудовым коллективом предприятий, хозяева которых сбежали, да и то с последующей компенсацией. Более того, Совет коммунный был единственной, чуть ли не в своей мировой истории, революционной властью, которая отказалась взять под свой контроль Госбанк. Там денег, ценных бумаг, золота и прочего было на 3 миллиарда франков. Охрана состояла из 400 банковских клерков с ружьями без патронов. Но из уважения к закону и собственности коммуна покуситься на эти деньги не рискнула. Только вежливо просила немножко выдать на неотложные расходы. Руководство банка понемножку выдавало. Но в итоге денег все равно категорически не хватало и их отсутствие стало одним из главных факторов поражения коммуны. В отличие от большевиков, которые установили диктатуру пролетариата, так что это была реальная диктатура, коммуна была демократической до безобразия. Лидеры революции 18 марта 1871 года первое, что начали делать, это организовывать выборы коммуну, допуская на них всех желающих. Когда выборы прошли, оставшиеся в меньшинстве в совете коммуны, ну примерно 26 человек из около 100 либералы оттуда ушли, были произведены до выборы. Немедленно победители разделились на фракции, меньшинство стало вставить палки в колеса, большинство обвиняя его в диктатуре. Члены коммуны переругивались в газетах между собой. Итог опять-таки катастрофические потери времени и в итоге паралич власти. Второй миф это то, что коммунары проиграли, потому что у буржуазного правительства в Версале был большой перевес в численности вооружений. Не зря же немцы отпустили для пополнения их армии десятки тысяч военнопленных. Это строго говоря правда, но правда на последнем этапе восстания, когда в принципе его судьба уже была решена. 18 марта победившая революция имела 100 тысяч штыков против 20 тысяч. И даже через две недели к началу боевых действий 2 апреля те же 100 тысяч против 40 тысяч. С оружием было все более чем в порядке. В Париже находилось 1200 орудий и не менее 200 тысяч винтовок с огромным количеством боеприпасов. Ну и не мудрено, потому что город только что выдерживал осаду прусской армии, которая на штурм так и не пошла, поэтому боеприпасов сохранилось более чем достаточно. Это как раз именно контрреволюционное правительство в Версале поначалу испытывало огромный дефицит и численности вооружений. Третьим мифом является заявление, что коммуна проиграла, потому что революция случилась только в Париже и ее поэтому задавили. Отчасти правда, но только если забыть, что восстали, как бы я уже сказал, все крупные почти промышленные центры. Марсель, Лион, Тулуза, Нарбон, Лимош, Сент-Этьен, Крезо. Но восстания происходили изолировано и ввиду пассивной оборонительной тактики были подавлены. Дальше это уже известно, чаще всего об этом говорят наши любители хруста французских булок и разного рода подсоревоты, что вот коммунары-то кровавые звери, заложников расстреливали и даже парижского епископа Дурбуа не пожалели. Ну да, это тоже правда. Коммуна расстреляла в последние 63 заложника, когда уже весь город был охвачен боями, их просто стреляли явочным порядком, просто не обращаясь даже к руководству коммуны, просто остатки добиваемых революционеров рядовых. Это не приняло ни малейшего эффекта, только дало повод обвинения в зверствах, очень лицемерных. Потому что, во-первых, версельцы начали расстреливать пленных с первого дня боев, 2 апреля, а во-вторых, расстреляли они как минимум 15 тысяч. Это данные самого командующего карательной армии, маршала Макмагона. Коммунары говорят о 20 тысячах и более, из них лишь только 300 по приговору суда. Ну, как видите, степень террора просто несопоставима. Ответы на все эти мифы есть у Маркса Энгельса, а также у изданного еще, как ни парадоксально, в царской России, участника парижской коммуны, французского журналиста Проспера Лиссагаре. В отличие от большинства советских и антисоветских источников, в истории парижской коммуны Лиссагаре огромное количество документов и цифирик, проливающих свет и на сущность деятельности коммуны, и на причины ее падения. Коммуна не могла быть антивоенной. Ее создали, точнее, революция, в результате которой она была создана, произошла 18 марта 1871 года. А предварительный мирный договор между Францией и созданной пруссаками Германской империи подписали 28 февраля. Предшествовавшие революции восстание 31 октября 70-го года и 22 января 71-го года проходили под оборонческими лозунгами, которые цитируют Лиссагары «Никакого перемирия и смерть предателям». То есть в полном соответствии с приведенным в воззвании батальонов нацгвардии в советских учебниках. Напоминаю еще раз. У нас 500 тысяч бойцов, а пруссаки, которых только 200 тысяч, душат нас. Кто другой в этом повинен, кроме тех, кто правит нами? Они думали лишь о переговорах, вместо того, чтобы лить пушки и изготовлять оружие. Они отказались от всеобщей мобилизации. Решительные меры позволят трудящимся жить, а всем жителям сражаться. Всеобщая реквизиция, бесплатные пайки, массовая вылазка. Это вот Национальная гвардия в осажденном Париже. Такие миротворцы и пацифисты, ну, это несмотря на то, что война складывалась для Франции самым несчастным образом. Несмотря на все духовные скрепы и воззвания к опыту и к славе своего великого дяди, император Наполеон III ее вдрызг проиграл. Объединившиеся вокруг Пруссии в Германскую империю немецкие государства отняли у Франции Альзас и Лотарингу и 5 миллиардов контрибуции. Победители потеряли 50 тысяч убитыми и пленными, проигравшие более полумиллиона. Однако, несмотря на это, французские парижские рабочие и мелкая буржуазия не хотели сдавать город и были возмущены пораженчеством и капитулянством своего правительства. Тем не менее, ситуация еще и могла бы как-то рассосаться, но правительство еще и подлило масло в огонь. Оно потребовало от парижан до 13 марта заплатить все долги, особенно по карт-плате. Перезвышенную четырехмесячную осаду Парижа – это означало просто выкидывание на улицу и голодную смерть. Будь парижский пролетариат неорганизован и безоружен, тоже могло бы пройти. Но он был как раз организован, созданную для защиты города национальную гвардию. Имел винтовки, пушки и боеприпасы. И более того, правительство еще само себе подложило свинью, объяснив, что право на жалование сохранено только за теми национальными гвардейцами, которые документально могли доказать свою бедность и не имение работы. В результате 100 тысяч из зажиточных частей населения были демобилизованы и в основном даже разъехались из Парижа, а осталось 100 тысяч истинных пролетариев или очень близких к ним мелких собственников, которым уже терять реально было нечего, кроме своих цепей. 3 марта эти 100 тысяч объединились в Республиканскую Федерацию Национальной Гвардии. Ближайшим российским аналогом является Совет солдатских депутатов. И 15 марта избрали Центральный Комитет. До правительства дошло, что происходит что-то не то. Оно попыталось разоружить нас, гвардию, вывези их пушки с Манмартра. Но те оказали сопротивление, солдаты стали переходить на их сторону. Двух генералов, командовавших вывозом пушек, пристрелили на месте. И дальше уже процесс пошел, что совершенно закономерно. Когда грабишь 100 тысяч вооруженных людей, предварительно их не сумев разоружить, они тебе отвечают восстанием. А дальше вот произошло именно то, что отличает Парижскую коммуну от большевиков. Чтобы легитимизировать свою власть, Центральный Комитет Национальной Гвардии объявил выборы в коммуну. До этого времени не предпринимая вообще никаких действий против правительства, бежавшего в Версаль. Выборы прошли 26 марта. В них участвовало 287 тысяч человек. Помогло это легитимизировать власть? Нет, не помогло. Прежде всего по той причине, что значительная часть населения Парижа после прекращения его осады немецкой армии разъехалась, а многие другие, прежде всего из буржуазных групп населения, просто не участвовали в выборах. Ну вот, для сравнения, в референдуме 5 ноября 1870 года о доверии правительства участвовало 622 тысяч парижан. Понятно, что чисто с точки зрения формальной буржуазной демократии 622 тысячи весомее, чем 287 тысяч. А тогда что было огород-то городить? Легитимизации не помогло, и время было потрачено. Это не мое мнение, гораздо лучше, чем я, и само собой раньше, об этом написал в письме Вильгельму Липхнихту Карл Маркс. 6 апреля он писал. По-видимому, парижане будут побеждены. Это их вина. Но вина, которая на деле произошла от чрезмерной честности. Центральный комитет, а затем коммуна, дала чудовищному выродку Тьеру, главе французского правительства, время сосредоточить вражеские силы. Потому что они безрассудно не хотели начинать гражданской войны. Как будто Тьер не начал ее сам своей попыткой насильственного разоружения Парижа. Чтобы избежать упрека даже в малейшем намерении противозаконно захватить власть, они потеряли драгоценное время на выбор коммуны, организация которых опять-таки потребовала времени, а следовало немедленно двинуться на Версаль после поражения реакции в Париже. Карл Маркс был, как почти всегда с ним бывает, прав. В итоге наступление на Париж началось только 3 апреля. И вот тут уже стало понятно, что за эти две недели Национальная гвардия уже начала разлагаться. По-прежнему на бумаге коммуна имела 100 тысяч штуков против 40 тысяч, но в бой пошло менее 30 тысяч, 16 пушками, по 8 снарядов у каждой. В городе было 1200 пушек, к ним 2500 артиллеристов и огромное количество боеприпасов. Уже когда коммуна была разгромлена, выяснилось, что часть пушек на Мармартре, с попытки которой захватить все ее началось, там больше двух месяцев так и валялись. Их даже никто не удосужился даже почистить, не то чтобы привести в боевую готовность. Понятно, что наступление, организованное таким образом, завершилось провалом. Северная колонна, которая пыталась обойти Версаль, соответственно, с севера, попала под огонь с форта Мон-Валериан. Форт этот был оставлен версальцами почти двое суток, вообще был пустым. Наконец они его заняли обратно и запустили оттуда несколько снарядов. Особого ущерба этот обстрел не нанес, но в колонне, которой толком никто не командовал, началась паника. В результате 8 тысяч человек из 10, кто разбежался, кто куда, кто вернулся в Париж. И в бой вступило только 2000. Они оказались окружены пятикратно превосходящими силами противника и почти полностью уничтожены. И в дальнейшем все было точно так же. Там две других колонны, обходящие Версаль с юга, не смогли продвинуться, потому что, чтобы выбить противника из укрепленных позиций, нужны были снаряды. А снарядов, как казалось, 8 штук на пушку. Расстреляли их все и вернулись в Париж обратно. На этом наступление и закончилось. Через 5 дней история повторилась. Один из немногих дельных офицеров Парижской коммуны, бывший офицер русской армии, участник польского восстания, Ярослав Домбровский с 2500 бойцов выбил Версальцев из предместья Неи-Сюрсен. Это такой сейчас очень элитный пригород Парижа. Там в частности живет, как и положено жить истинно русскому патриоту, кремлевский пиарщик Арам Ашотович Габрелянов и его сын, гламурный гей Ашот Арамович. Тогда там были жестокие бои, но имея всего 2500 человек, Домбровский в итоге удержаться не смог. Он многократно просил подкрепление, а ему прислали 500 человек. Это было на западном секторе обороны Парижа, а на южном в Версальце штурмовали форты Исси и Ванф, которые защищали 3000 бойцов. Они тоже под обстрелом и под многократными атаками просили подкрепление и получили 300 человек. Почему так мало? Да потому что больше не было. На 21 мая, когда уже карательная армия вошла в Париж, его защищало чуть более 20 тысяч. Потеряна была убитыми раненными до этого и пленными, не более 15-ти. А куда делись еще 70? Да просто рассосались, разбежались. Кто-то дезертировал, кто-то куда-то еще. И просто армия перестала существовать. Большей частью нет действий противника от полного бардака собственного руководства, которое просто не могло ее держать в руках. Это упрек именно, прежде всего, руководству, а не самим парижанам. Потому что до этого времени эти же нацгвардейцы участвовали в обороне Парижа, вели бои с немецкими войсками, тоже без особого успеха, но, по крайней мере, держались. Они расползались кто куда. С опозданием Совет Коммунный объявил мобилизацию, но в жизнь ее провести не мог. ЧК у них не было, что затрудняло и борьбу с переполнявшей город шпионами, которые сливали в Версаль вообще все, что могли. В провинции было еще хуже. Там события развивались точно так же, как два года спустя в Испании, когда полстраны была охвачена восстаниями радикальных демократов и анархистов, выступавших за автономию регионов. Все они взяли власть в своих городах и там и остались точно так же, как коммуны в Марселе, Лионе и других французских городах. В статье «Бакунисты за работой» Энгельс писал «Несмотря на то, что восстание было начато бессмысленно, оно имело все же большие шансы на успех, если бы было направлено хоть с капелькой смысла даже по образцу испанских военных бунтов. При таких бунтах поднимается гарнизон одного города, двигается в соседний город, увлекая за собой его гарнизон, распропагандированный уже ранее. Таким образом повстанцы, возрастая в число подобно лавине идут на столицу, пока счастливое сражение или переход посланных против них войск на их сторону не решит победы. Так нет же, каждый город действовал на собственный страх, объявив самым важным делом не совместные действия с другими городами, а отделение от других городов, исключив тем самым всякую возможность всеобщего наступления». Это бы Испания в 1873 год, но это же и французская провинция в 1871 год. Сделали ли из этого большевики выигры? Да, сделали. Мы это уже видим, переходя из 1871 года в 1917. Банк взяли. После неудачных экспериментов с добровольцами стали строить регулярную армию, проводить массовую мобилизацию и сурово карать за уклонение. Неудивительно, что Красная Армия в 1920 году насчитывала 5,5 миллионов человек. Несколько раз больше, чем все ее противники вместе взятые. Шпионов зачищали. Заложников, когда надо, брали сколько надо и расстреливали. Не играли в демократию. Если в Совете не было большинства, разгоняли Совет и брали власть так. Кстати, там, где играли, проигрывали. Классический пример Тифлис 1918 год. Тогда в Грузии основная масса населения шла за меньшевиками, но за большевиками были возвращающиеся с фронта части, в основном, русские подразделения Тифлисского гарнизона. Они даже держали за собой городской арсенал. Могли они взять власть, учитывая, мягко говоря, неважные боевые качества боевиков грузинских меньшевиков. Да запросто могли. Большинство в Совете из брюшевистской фракции сделало ставку на безболезненный и мирный переход к советской власти. В итоге меньшевики сориентировались, под разными предлогами перенаправили идущие с фронта войска по домам, захватили арсенал и в итоге установили свой режим, который уже потом пришлось Красной Армии ликвидировать в 1921 году. Большевики, в отличие от коммуны, уделяли огромное внимание пропаганде и налаживанию отношений с провинцией, прежде всего с крестьянством, составлявшим 80% населения страны. Франция в 1971 году тоже имела большинство сельского населения. И с армией были даны уже всем известные декреты о мире, декреты о земле, что и позволило перетянуть на том этапе крестьянство и армию на свою сторону. А активные действия по захвату ключевых городов, железнодорожных узлов и территорий, ну вот точно по той же схеме, которую описал Энгельс, позволило уже к весне 1918 года овладеть положением на большей части территории России. Коммун уже тогда ограничилась несколькими пафосными, бессодержательными воззваниями, где о интересах ни провинции, ни крестьян, ни военных ничего не было. Были там просто некие призывы к братству, к справедливости и прочим абстракциям, которые просто адресатов не заинтересовали. В этом именно и состоят уроки парижской коммуны, которые блестяще усвоили большевики, благодаря чему они и победили. Думаю, не помешает их усвоить и современным дорогим россиянам, потому что, подозреваю, историю в глядущее десятилетие у нас будет чрезвычайно интересной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!